Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Вот, например, такая знаменитая китайская поговорка, мы ее уже как-то с вами слышали здесь в этой студии. На доводы соседей одному отцу, что у него растет невоспитанный, неразумный, непочтительный сын тот ответил, о чем мне заботиться? Вон подрастает внук, он за меня отомстит. Ну, допустим, еще можно привести такой пример из Расула Гамзатова, великого дагестанского поэта и мыслителя. У него есть такой пассаж. Абуталиб сказал, кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее непременно выстрелит из пушки. И что, что возразить можно? Можно определенно сказать только одно. Какое будущее, каких людей будущего, каких потомков мы воспитаем, таково будет не только отношение их к нам, но и отношение их потомков к ним самим. Проблема воспитания, воспитания традиций, уважения прошлого – это проблема совсем не абстрактная. Это проблема, с которой мы сталкиваемся каждый день. И в рост тарифов, и в бардак на улицах, и маневры и аферы политиканов – это все отсюда. Потому что избираемых мы и наше молодое поколение. Какими мы видим свое прошлое и мечты наших предшественников, таковы и мы. Таковы наши мечты. Или мечты позитивные, или мечты, связанные с жадностью, завистью, мстительностью и прочими мерзностями этого мира. Мы пригласили к нам в студию сегодня Николая Паскару. Это лидер спортивно-молодежной организации «Воевод». Человек, который только и занимается тем, что через действие, через полезную деятельность воспитывает детей и молодежь. Организует всякие международные соревнования, фестивали, боевых искусств, спортивных игр. Вся эта молодежь потом идет и очищает берега Реута от мусора и грязи. И в других мест участвует в общественно важной жизни города и своих сел. Итак, у нас в гостях Николай Паскару. Николай Паскару, человек, которого я хочу поздравить тем, что вскоре, это небольшой наш такой секрет, он станет секретарем комиссии по культуру и религиозным культам в совете, в общественном совете нашей Молдавской общественной палате при президенте Республики Молдова. Николай, приветствуем тебя. Здравствуйте, Виктор Иванович. Конечно, очень рад. Ну, вот ты попал в комиссию по культуре и религиозным культам. Хотя все знают тебя именно как одного из наиболее активных, результативных организаторов различных мероприятий и деятельностей, связанных с воспитанием нашей молодежи. В духе уважения к традициям, в духе патриотизма, государственности, ответственности, воспитания в них творческого духа, веры в себя и веры в свое будущее. Скажи, пожалуйста, ты попал вот в эту комиссию, не противоречит ли? Обычно люди как предполагают? Ну, культура, такие какие-то высоколобые материи, религиозные культы, так это вообще вопросы там, связанные, разные люди по-разному на это смотрят. А на самом деле, мне кажется, что ты не случайно избрал вот именно эту комиссию и стал ее секретарем. Где ты видишь вот это сцепление? Нет ли тут противоречия какого-то? Ну, в свое время у меня нет только спортивного образования, я позаботился о том, чтобы поступить... Подожди, когда ты сказал слово «у меня нет спортивного образования», народ, знаете, иногда слово «спортивное» опускается, оно может звучать, что у меня нет образования. Кстати, скажи, пожалуйста, что ты закончил, какие учебные заведения? Я заканчивал гуманитарный университет, факультет юриспруденции. Так, юрист, частично. Поступил на магистратуру в Академии президента публичного управления. То есть управленец? Да, закончил магистратуру и в следующем году уже хочу поступить на докторскую. То есть это моя мечта и тяга не просто к какому-то званию очередному, но мне интересно вот совершенствоваться и учиться. То есть образованность у тебя не по спортивной линии, а по спортивной линии, вот чего ты достиг? По спортивной линии, то есть хватает, думаю, на целую жизнь, хватает в различных мероприятиях, организованных мной, моей командой, организацией. А скажем, вот какие спортивные там степени, ранги? У меня по тейквондо, боевому искусству, именно с английской сертификацией, у меня шестой дан по тейквондо. У меня есть по разным видам боевых искусств, разной степени. И ты их доказал на боевом, так сказать, ринге, нигде не было. Да, в свое время я доказал. Не написали тебе ребята или ты сам себе? Это регулярное участие на чемпионатах, это регулярные тренировки, потом образование тренера, работал много времени тренером, потом в управлении федерации до сих пор я работаю президентом федерации воевода. То есть у нас каждую неделю мы что-то организовываем. Либо спортивные мероприятия, спортивный фестиваль национального, республиканского, международного уровня. Либо мы делаем культурные программы. Это благотворительность и второе экология. Вот тут возникло слово культура и традиция, я думаю. Культура и традиция, потому что изначально, создавая единоборство воеводы, мы включили большое значение, внимание продвижению молдавской национальной культуры, продвижению молдавского быта, стиля, самобытность молдавского народа. Потому что было время, когда именно этих ценностей был дефицит. То есть этот переход к супермаркету, из коммунистической системы быстро к супермаркету, либо из зоопарка в джунгли, для нашего общества стоило очень много жертв. Потому что люди не воспринимали другое видение. И без того, чтобы находить себя, сущность своего народа... Оказалось дезориентированной. Традиция как бы прервалась, взбаламутилась. Молодежь... Ну и во все тяжкие пошли. Я помню те годы. В 85-е, 90-е годы, 95-е годы до 2000-го года, это были дефицит ценностей. Сейчас уже начинается выясняться вот эта ситуация в сфере культуры, образования. Появляются ценности, направления. Люди вдохновляются от истории, от традиций, нравится. Уже появились многие селения под молдавскую культуру, молдавскую архитектуру. То есть люди начали уже... Вот Бутучены, например. Например, Бутучены, это очень такой интересный пример. Потому что даже самые богатые ВИП или даже простые люди, они туда уходят. Они там могут снять себе старинный дом, который имеет там... Так и иностранцы валом валят. Видно, и в Европе тоже чувствуют дефицит настоящего традиционного. Там есть секрет. И мы тоже считаем, что вот кодекс или код победоносный нашего народа, он может быть... Или ключ к коду, он может быть только в прошлом у наших предков. И... То есть победа куется в прошлом. Только так, только так. Потому что на... Из уважения к прошлому. На... Именно на опыте наших предков. Вот мы... Почему так все-таки есть тяга к истории? У всех людей. Почему, например... Активно, да. Китайцы знают 40 поколений вот своих предков. Вот до Конфуция известны порядка 90 поколений. От Конфуция до наших дней. Я был в храме Конфуция, смотрел, меня-то поражало. Говорят, что это, наверное, единственный род, единственная семья, грубо говоря, чьи предки проследуются в течение двух с половиной почти тысяч лет. Вот. Поразительно. Элементарно. Поэтому китайцы столь сильны. Их победы сегодняшние заложены в этом уважении к прошлому. Самая большая память, самая большая ценность, которой может быть и бокаство, это память. Вот ты где-то прочитал статью, что великий композитор российский Рахманинов, он является потомком Штефана Чалмаре. То есть у него сохранилась вот эта линия. Есть королева Великобритании. То же самое, она вот состоит из этой семьи, которая в далеком прошлом. Ну, смотри, первый венчанный, первый в России человек, в истории России, венчанный, внимание, на царствие, не на великое княжение, подчеркиваю, на царствовании, первым человеком в истории России, был Дмитрий Царевич. Он стал царевичем после того, как венчали на царствие. Сын Елены Волошанки, дочки Штефана Великого, внук. А Мечниковы, великий Мечник. Мечников. Что такое Мечников? Спотару. И это четко прослеживается вся родословная. То есть от Николая Мелеску Спотару, который одно время был учителем даже Петра Великого, произошел род Мечниковых. Кстати, великий и гениальный Мечников, он не один. В этом роду очень много выдающихся ученых, исследователей. Жаль, прервался род Кантемиров. А ведь Антиох Кантемир, сын Дмитрия, считается родоначальником светской российской словесности. Это медицинский факт. То есть есть чем гордиться. Даже тот же самый великий Склифосовский, который почитает его в России, это тоже происходит из наших районов, из нашей среды. То есть эта земля, она может выдать миру великих людей. Очень важно знать свою историю. Я даже рад, что вот у нас есть люди, которые, Рожка, если не ошибаюсь, издали книжку про великие бессарабцы и молдаване. Это и Юрий Рожка участвовал, и Валентин Бенюк участвовал. Есть еще одна другая книжка. Другая книжка «Великие люди» в бессарабе. Да-да-да, вот я еще говорю, где Бенюк участвовал, замечательный ученый. И самое интересное, что есть к чему стремиться. Очень важно знать и сохранять. Очень трудно сохранять в современном мире свою культуру. Главное, веру в себя и в свою культурную генетику. Вот смотри, есть еще один такой момент. Если мы под молдаванами понимаем исключительно чисто вот этнический молдаванин, там, допустим, и деды молдаване, и бабушки молдаване, мы все равно задаемся вопросом, который очень часто у нас возникает. Почему фамилия Русу наиболее распространенная фамилия среди молдаван? А Руснак, а Казаку, а Татару, а Булгару, а Сырбу, а Ляху, Унгур, Сасу, саксонец немец, Коман, Половец, Кипчак и так далее, и так далее. И когда мы смотрим, а ведь мы говорим о чисто, молдаванах как бы во втором-третьем, откуда вот это разнообразие? Это говорит о том, что народ наш, это народ-сплав, это единство очень многих народов. Это у нас и гены оттуда, и культуры. И я даже такой пример о евреях. Давай посмотрим. Если мы будем считать, что евреи это какие-то пришлые, так сказать, понятно отношение вот таких красавцев, типа тех, кто о памяти Антонеску беспокоится и так далее, антисемитов. А если мы подумаем, какую роль сыграли здесь еврейские врачи, еврейские промышленники, еврейские мыслители, учредители, учителя, сколько они воспитали, сколько мы обязаны просвещению от этого народа, а сколько выходцев, сколько... У нас как считается? А типа, это как бы не наши. Как не наши, ребята? Они же родили здесь, они выросли здесь. Это плод и кровь нашего народа, нашего единства. Вот, например, кто первые номинанты и оскароносцы? Двое выходцев евреев из Кишинева, как мы назвали тогда эту страну Бессарабии. А почему, откуда вот это название Бессарабия? Дело в том, что посмотреть, у нас же карты не знают. Ведь это же Николаевская территория. Раньше не называлась Бессарабия. Бессарабия – это туда, юг. И только когда эту часть, эта часть Молдовы от Турции, значит, забрали, и она вошла в состав российской, на ее надо было как-то назвать. Ну, вот и назвали. Бессарабской губернией. Хотя только юг, только часть этого юга, то, что ближе к туркам. Потом это подхватили. А потом мы начинаем слышать, то есть, это позитивное название, потому что многие люди старшего в Росе говорят, да, мы Бессарабцы гордимся этим. Но нельзя забывать, что это второе название Молдова нас как единой нации. Нация из многих национальностей. И вот я хотел тебя спросить. Своей деятельности по спорту, по воспитанию спортивных показателей, продвижению герба и гимна нашей страны за пределы нашей Родины. Во всем этом. И само название «Воевод», у вас Стефан Великий и так далее. Как вы относитесь к вот этому, что у нас народ многонациональный, у вас есть какая-то дискриминация, дискриминация, у вас только молдаване там этнические или как? Как ты работаешь, Николай? Нет, ни в коем случае у нас нету никакого разделения. Дискриминация, да, нету. Мы даже очень горды, что вот имеем возможность провести наши мероприятия по всей Молдове. У нас есть очень интересный кубок, Реджонс Куб. То есть мы проводим в различные районы Молдовы. И в том числе мы провели на левом берегу Днестра. Это очень важно. Там тоже наши люди. И мы уважаем, например, всех, кто идет к нам в организацию, и других людей. И очень важно, что бывает, если человек даже не понимает, на молдавском, мы с уважением можем перейти на русский язык. То есть для нас очень важно это уважение. В том числе я очень рад, что в последние годы большинство русскоязычных, молодых людей знают молдавский язык, изучают. И им интересно, это брендово, изучить молдавский язык, потому что есть много интересного материала на молдавском языке. Есть и за спину. И взаимопонимание растет, конечно. Да, и наша главная цель создавания имиджа привлекательного для молдавской нации, для молдаван, изучения истории, показывать вот этот пример, то, что мы делаем марш в дни сражения у Васлуи 10 января каждый год. Мы делаем сценические такие марши. Когда Стефан победил вот эту гигантскую армию. Да, мы специально одеваемся в эту самую. Мы придаем имиджи, мы стараемся придасть интерес к тем событиям, которые прожили наш народ. Потому что, если сравнить наших предков 10 января 1475 года у Васлуя, те, которые победили армию, которые завоевали Константинополь, целую империю, это очень, как бы, такое важное событие. Потому что, во-первых, в Османской армии было больше, 120 тысяч отборных янычар. Испахиев, да. И можем мы представить, какими были наши предками. Это можно сравнить с самыми лучшими воинами японцами. Испахиев, насколько я понимаю, их так было раза в 3-4 меньше. Историки говорят от 35 тысяч до 40 тысяч. Ну, вот как раз несколько раз меньше. И самое интересное, они сражались, умели сражаться. И они были в то время ведущими воинами. Мы можем представить, вот, например, сегодня, например, войско Соединенных Штатов, самое крутое в мире. Можете представить, молдавская национальная армия, их где-то останавливают, побеждают, и так еще и позорно. То есть, это невозможно представить через века. То есть, по тем временам, это было нечто, как США во Вьетнаме. Маленькая, нищая, замученная, разбомбленная страна подверждает вот этого монстра. Штефана Великого зауважала вся Европа. Из вот таких поступков. А если вспомнить, что воин... А его внук был первым россиянином, венчатым на... Не трон. Троны были. На царстве. Титул царя. Вот, в общем, фокус. И это очень важно. Он был первым. Очень важно, потому что вот событие прошло. И самое интересное, это не только одно сражение. Их было около 43 сражений, из которых Штефан проигрывает только две сражения. То есть, там было... Но он еще гигантское, огромное польское войско Альберта разносит в пух и прах. Да. Кодрико сминулое. Это вообще невероятно. Когда он заставил Польшую шляхту пахать и сажать новый лес. Новый лес, который назвали Красную Поляну. Польша в то время была супердержава Европы. Вот о чем. Ведь впоследствии кто остановил? Не Ян Собеский турок остановил? Да, да. Ну, это же гигант. И вот, представляете, эта махина, это второе такое невероятное... А перед этим, в самом начале его царствования, ведь когда мать Яшкарвин, кстати, влах по происхождению, это венгерская машина боевая, значит, в то время, и опять Стефан ее разбивает. Прогигрывает сражение Убаи. Смотри, да, смотри, три, берем запад Венгрия, берем северо-запад гигант Польша, дальше, не забывай, справа татары, и татаров там разбивают прилипники, да, из Юга, это невероятной мощи возрождающая Османская империя. И он, и их побеждает. Это, посмотрите, этот человек невероятный, говорят, как Карамзин говорил, рост невеликого, мудрости и доблести величайшей. Останавливает, значит, движение с запада, с севера, с востока и юга. Четырех монструозных таких вот империй и какая-то маленькая страна, Карпат, Молдова, и до этих степей Заднестровских, и все. Да, со всех сторон у нас были враги. У Штефана с одной стороны его не били и только помогали. Это только сверху и от Бога. То есть он был человек, который верил в Бога. Верил в победу и в свой народ. И он вдохновлял. Единственный из людей, который после своей победы, он не пировал, а вступал в пост, в христианский пост и не кушали там несколько дней вообще. То есть обычно все после победы пьянка, выпивка, гулянка. А здесь они постились. А он шел и молился Богу, благодарил за победу. И все победы благодарил и отдавал Богу. И это очень важно, потому что, очень важно и для сегодняшнего дня, потому что церковь, она является основой государственности, основой нации. И вот насчет вопроса о культах и культуре. Да, вот это в комиссии ты, значит, секретарь по культуре и религиозным культам. Как это вот с воспитанием молодежи? Не обязательно, чтобы человек был вот прямо верующий, принадлежал какому-то культу, но уважать культуру, которая проистекает из этого культа, уважать своих предков, их обычаи и религиозные. Я воспитывался в семье, где у меня мама верующая, я от мамы получил именно это направление и воспитание, верить в Бога, ходить в церковь. И в одно время, то есть это мне помогло очень много в жизни, потому что разные бывают ситуации. Я считаю, что для целого народа христианство, вера, именно вера в Бога может придать какую-то дисциплину, можно вот набрать надежду, веру, мудрость какую-то, потому что в этом глобальном урагане, в этом супермаркетном мире все-таки есть очень многие удары на различные ценности, даже в обществе. Их разрушаются целенаправленно. И мы должны вот... Противостоять надо. Противостоять, потому что война, она же не идет только в траншеях, стреляют друг в друга. Существует около 20 вид воин, которые Молдова до сих пор в этих траншеях. Это идет психологическая война, метафизическая война, война за будущее, психологическая война. Политическая война, психологическая, опять же, на создание, вот идут войны на создание карты завтрашнего мира, потому что завтрашний мир, это может быть мир без границ, но опять идет какое-то влияние. И без общности, без этноса, без нации нам не прожить. Без опоры на предков и традиции. Нам не прожить, поэтому нужно беречь то, что смогли создать наши предки. И с этим арсеналом идти вперед. Потому что только это нас спасет. Мы смотрим западный мир. Они же стараются через масс-медиу, через пиар, через создание брендов расщипать общество. Всех немножко как разъединить и придать вот этих ценностей, потому что люди, когда разъедены... То есть общество превращается из единого ценностей в пыль. Даже не в массу, хуже. Масса – это еще хоть что-то. Это вот так. Каждый как тараканы по своим квартирам, со своими гаджетами и так далее. Плевать ему на все, там трава не растет. И вот эта идея единства и государственности... Я понимаю, что вот у тебя, судя по тому, как я слежу за твоей деятельностью и бывал на ваших мероприятиях и с ребятами беседовал. И вы ко мне будут учены, заезжайте. Не только вы, и ваши гости международные там целы. И я хотел бы тебе сказать, вот смотри, у тебя получается... Вот я специально такой провокационный запрос сказал, что воевод, молдаване. Что понимается под молдаванами? Под молдаванами понимаются представители любых национальностей, которые родились, живут. И для кого эта страна стала их родиной. Вот если я это правильно понимаю... Виктор Иванович, термин национальности, национализма... Вообще, эту проверку, это может нас только... Либо Бог, либо генетика. Если мы посмотрим на каждого нашего молдаванина, с любой деревни, семьи, села, и взять генный анализ, мы там увидим, что мы же тоже сотворены на этой земле из разных культур. В том числе, мы видим, у нас есть три цивилизации. Славянская, романская и тюркская цивилизация. То есть, у нас здесь есть богатая такая смесь, и это очень хорошо. Генетически, я хочу, чтобы наши дорогие телезрители поняли, что Николай сейчас говорит о том, что есть такая штука, генный анализ с помощью так называемых гаплогрупп. Вот эта гаплогруппа оставляет у человека в генах метку. И ты можешь рассказывать любые сказки, что нет, это не мои предки, я к ним не имею никакого отношения. Наличие вот этой метки, относящейся к этой гаплогруппе, научно доказывает твое происхождение. Или наоборот, ее отсутствие непроисхождения. Можешь себя кричать в груди, кричать, что я там такой-то, сякой-то, а генный анализ говорит, нет, парень, у тебя вот этих генов нет. И вот в этом плане мы, народ Молдовы, вот Николай о чем говорит, мы имеем счастье быть очень богатыми. У нас, у каждого в наших генах, цепочках, есть представители самых различных вот этих этнических, вот этих генных групп. Это доказано не только нашими фамилиями, именами, но и генетически. То есть это не бла-бла-бла, это доказано наукой. Вот извини, Коля, что я как бы пояснил, чтобы люди не думали, что ты какой-то расист, генетический урод. Это очень важно. Как раз я считаю себя правильным националистом, который не продвигает какое-то общение народов. Я по-националист, потому что мы видим на Украине, это не национализм, это фашизм. Это фашизм. Это национал-социализм даже своего рода. Мы сейчас говорим, и многие наши хорошие ребята злоупотребляют. Мы лучше будем говорить это о другом. Патриотизм. Патриотизм. Потому что, смотри, патрия, это родина, она есть то, это наш дом. Что такое государство? Это дом, в котором живет нация. Поэтому мы не за нацию нашу боремся. За одну и национальность. Слушай, Коля, мы боремся за наш общий дом. Чтобы в этом общем доме жилось всем хорошо, чтобы молодежь верила, не бежала из этого дома. Чтобы там было чем заняться, что строить и готовить новое потомство. Я понимаешь, чтобы терминология не отпугивала. Иногда правильно понятное слово. Но люди, как человек устроен? А, все, гад, а фашисты и националисты. Самое интересное, что национализм его понимают с плохой стороны. Но тот человек, который пишет хорошую книжку, например, да, или создает благотворительную организацию, или какую-то акцию, или помогает строге. Коля, внимание, чтобы люди... Он тоже прилагает какие-то усилия. Коля, ну люди этого не понимают. Мы живем в эпоху пиара. Неудачное слово сразу отталкивает людей. Ты говоришь, что эти ребята? Я объясняю, что я имею в виду. А народ очень прост. А, все понятно. Бандеровцы там и так далее. Поэтому здесь, я думаю, лучшее слово патриоты... Вот, например, румын, да, или поляк, или немец, они воспитаны вот в... У них этнический национализм. А у нас он другой. У нас патриотический. Конечно. Скажем так, патриотический национализм, когда люди ответственны за свою страну, за мир на этой земле. За свой народ, за своих предков. За строение будущего, или за видение правильного, конструктивного будущего, формат другой матрицы. Хорошего, я имею в виду, того национализма. То есть не разрушать прошлое, иначе остаешься никем. Взять Штефан Чалмари, он всегда ввел эти войны в защиту. Мы, молдавский народ, или молдавская нация, пускай каждый говорит, мы не были нацией, которые наступали на другой народ, или забирали какую-то территорию. Коля, еще раз не забывай, во времена Стефана Великого, где-то треть населения Молдовы было славянское, и говорило на славянском языке. Я имею в виду тех, что руси, и говорим руси. И самое интересное, что они объединялись... И Стефан Великий не отличал их, они для него все ли были молдаванами, то есть подданными молдавского государства. Точка. Да, и самое интересное, что они все объединялись вот вокруг этого государства Молдова, вокруг этого строения, потому что мы видим Византийскую империю, она же сохранилась больше тысячи лет. Молдавская нация состояла и состоит из многих национальностей. Из многих культур, многих национальностей, потому что сами молдаване, они же не могли, я думаю, чтобы вот держать всю такую оборону в течение много сот лет. Пренебрегая другим, нельзя. Потому что пока в Европе, в той же Вене, в той же... Вся Европа построена великолепными кафедральными соборами. Пока они строили Европу, сегодняшнюю, богатую, развитую в инфраструктуре, тогда наши предки молдаване вот останавливали татар, останавливали турок, и они здесь сражались, пока могли. И это очень важно. И, кстати, Штефан успел более 40 монастырей построить и на горе Афон спасти вот все эти грешеские монастыри. И на протяжении 20 лет был... Ктитором и строителем монастырей. И самое интересное, потому что тогда, после падения Византии, христианство православное, оно было в опасности. И единственный вот ктитор, кто мог держать вот все это направление православное, славный, это был Штефан, потому что османы нападали и на Болгарию, и на Грецию. Да, не все окрашивали подряд. И Стефан здесь держал эту марку. Еще в спину его лупили поляки, и сбоку венгры. И очень важно это сплотение, потому что выражение нашего национализма это не митинги и протесты, а это экологические акции. Я всегда ребятам говорил, что... Еще раз, патриотического нашего вот этого, можешь назвать его патриотическим национализмом, но чтобы люди понимали, что ты под нацией понимаешь совокупность многих национальностей, которые живут в одном общем доме, которые являются не только генами, у нас гены перемешанные, смешанные браки, это фамилии молдавские, доказано многое другое, но это нас всех делает единым народом, наше прошлое, наши предки, и наше будущее делает нас. И очень важно на будущее все-таки укреплять вот это создание, я имею в виду, нашего народа, наших народов, вот в эту... Общность, цельность. Общность, потому что это будет гарант развития государства нашего, Молдовы, потому что мы видим на границе у нас не все доброжелатели, если посмотреть в стратегии наших соседних стран, мы замечаем, что мы попадаем вообще в другие границы и другие территории, потому что все политические лозунги той же Румынии, другие государства, скажем, это исчезновение республики Молдовы. И очень важно, чтобы на будущее воспитывать молодых людей, молодежи, воспитывать граждан с любовью относиться к своей стране, чтобы сохранять культуру, сохранять традиции, и чтобы верить. И прежде всего это через молодежь. Я понимаю твою задачу. Потому что через 10 лет не будет этого политического класса. Через 20 лет будет... Все крутые перестанут быть крутыми. А у власти будут люди, которые сейчас они воспитываются в школах и формируются здесь дома. А самое большое зло, которое мы можем нанести нашему государству республики Молдова, это безнадежды, это безнадежность, это когда человек теряет мысль. Кстати, в Библии сказано, самый большой грех есть отчаянность. Отчаянность. Мы видим падение Византии, то же самое. Они прокляли папа друг другу, прокляли. И мы видим, что из-за... Поругались папа с патриархом. Да. И от этого начались уже как бы началась деструктивная вот эта часть большой империи. И мы видим, что упала империя. И важно, чтобы... И самое интересное, Византия упала из-за потери смысла создания этой империи. А мы где-то наследники Византии во многом и по вере, и по письменности. Ведь не надо забывать, что именно представители Византии, вот Кирилл и Мефодий, вот эти знаменитые греки, они же представители византизма были, православия. Да. Они создали для славян вот эту письменность, которую наши молдаване с покон веков пользовались. Есть много людей, которые не зарабатывают деньги, которые не являются уже богатыми людьми, собирают багаж, собирают семью, продают все и уходят. А почему уходят? Потому что они живут, например, не беднее, чем в Европе или в Америке, а из-за нехватки... Беспективности, да? Нет, нет. Из-за нехватки вот этого патриотизма, скажем, здорового патриотизма или здорового национализма, скажем, к своей родине и из-за невидения будущего. Скажем так, он не видит себя элементом вот этого единого мейнстрима от предков до наших дней. Он... Помнишь, ты говорил об атоме? То есть из единства людей атомизируют и он чувствует себя атомом. Ну что, атом так атом. Где хорошо или где мне больше нравится, туда поехал. А ответственности перед землей, перед своими предками, перед соседями, друзьями, перед... Он не чувствует. Так воспитали. И самое интересное, что... А ты как воспитываешь? Вы знаете, я воспитываю с любовью к своей стране, к своей родине. Мы воспитываем молодых людей в образе воинов, потому что у нас боевое искусство. И это тоже очень... Ну и мужчины. Кстати, и девчонки у вас, я видел там, выступают и неплохо. Есть, воспитываем и выигрывают различные международные... То есть, главное, что человек должен за свое будущее сражаться. Должен сражаться. Победа приходит в сражении. Вы вот в этом очень правы. И самое интересное, что эта обязанность входит не только в неправительственных организациях или федерации. Это первая обязанность государства. Поддерживать такие... И мы потеряли 8 лет, 9 лет мы потеряли после ухода Коммунистической партии 2009 года. Мы видим очень большая пауза. И даже не пауза, а больше в деструктивных программ и элементах. В школах, в детсадиках, в университетах. Где началось вот это переформатирование молдавского общества или молдаван. И это очень как бы... За нашими детьми пришли крысоловы. То есть их души стали уводить. Но, если мы возьмем историю, на протяжении многих лет нас не смогли все-таки зомбировать, потому что молдаване, они не всегда верят книжке и не верят телевизору. Крысоловы приходят, уходят, а мы остаемся. И все-таки им не удастся. Даже мы видим те же румынские программы, что каждый год уходят в Румынии пять тысяч студентов, обучаются по румынской там всем программам. И самое интересное, там они проходят все эти зомбирования исторические какие-то, потому что обычный человек не может выдержать. Но мы видим, что те, которые ребята приходят обратно сюда, они понимают еще больше, что они являются молдаванами, что они являются часть молдавской нации. Парадокс. Потому что... Как раз вот это как бы некое насилие над личностью насаживания... Формирует сопротивление. Формирует сопротивление. Закон Ньютона. Потому что, ну, представим, каждый год по пять тысяч молодых ребят уходят в Румынию десять последних лет, например, да? Так, я не знаю, это воссоединение, наверное, уже было бы очень давно, лет бы пять назад. Но этого нету. Мы видим в молдавском государстве, нету тенденции объединения или разрушение собственной страны. То есть у нас все-таки осталось это чувство патриотизма, оно осталось, а нам деться некуда. Мы можем, в принципе, мы можем прогнозировать воссоединение с соседней государством, Румынией, но на своих условиях. Я в споре с моим... Мы на своих условиях в восемнадцатом году уже пошли, чем это кончилось, все помнят. Виктор Иванович, я в кругу моих знакомых. Условия никто не соблюдает. Если продал свой дом хоть брату, хоть кому, ты уже в этом доме не хожаешь. Я спорил с моими друзьями, знакомыми, румынами на общей конференции, они там были за воссоединением. Я говорю, вы не знаете ситуацию у нас в стране. Да, я тоже готов с вами соединиться, но давайте вместо Бухарести назначим Кишнев столицы. Давайте министерство будет в Бельцах, в Камрате, одно в Приднестровье давайте. Министерство обороны поставил Приднестровье. Вы на это согласны, ребята? Вы знаете, так это был шок, молчание. Как так, Юра? Ну давайте так соединяться. Мы же равны, мы братья. А представляете, что мы воссоединяемся или интегрюнемся с Приднестровьей. Но эти ребята тоже не такие слабые. И вместе с этой армией начинаем делать у вас какие-то у них там войска НАТО. Они мне говорили, что вот у вас там в Тирасполе миротворческие войска, войска российские. Я говорю, а у вас кто, например, в Констанции держит свои базы ракетные? Не НАТО случайно. Не НАТО? Это вы колония, мы еще более независимое государство. Потому что здесь мы на конфликте интересов. Все стараются как-то сохранять наш нейтралитет. А Румыния уже является как бы колонией. Они продали 60% своих территорий. Земель уже продали западникам. Эти территории... Николай, у нас начинает подходить к концу программы. То есть мы делаем вывод. Кто продал свой дом, вот 18-й год показал, тот в нем не хозяин. Поэтому дал нам Господь этот дом. Веками он где-то часть ушла, часть осталась. Но мы пока имеем свой дом, наш общий дом для всех. И пока мы молодежь воспитываем к любови, к традициям этого общего дома и к этому дому, у нас есть будущее. Спасибо большое. Дорогие соотечественники, что могу сказать? У нас в гостях был Николай Паскару. Я чуть было не сказал Николай воевод, потому что за глаза его часто так и называют. Потому что воевод это организация, которую он организовал, которую развивает, представляет. это творческая организация, которая беспокоится о том, чтобы и культура, и различные традиции, включая и религиозные, у каждого они свои, уважались, чтобы люди следовали духовному наследию своих предков. Чтобы они знали, что дом, который им передается по наследству, должен стать еще красивее, и атмосфера в нем должна стать творческой и человечной. Спасибо за внимание. С вами была авторская программа «Позиция» и я ее ведущий Виктор Порщевич. «Позиция» 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 Продолжение следует...